Я долго размышлял, что делать дальше. Я прекрасно понимаю, в каких условиях мы живем и работаем. И, может быть, лучше других сознаю не только личную ответственность, но и крайнюю необходимость обеспечить преемственность политическому руководству. Я написал полторы сотни работ о истории государства российского. И однажды написал работу «Три смуты» в стране. Они были связаны с тем, что према ломалась преемственность. И у нас в партии не раз возникали очень большие проблемы, когда не было этой преемственности. Сталин ни одного слова плохого не сказал в сторону политики Владимира Ильича. Сегодня видели некоторые здесь фильм. Если бы НЭП внес не Ленин с авторитетом, головой, политической волей, его потрясающей тактикой, я думаю, не приняли бы НЭП. Но НЭП оказался абсолютно спасительным для нашей страны. Если бы не его настойчивость, когда надо было заключать Брестский мир, двумя-тремя голосами перевесить, мы бы потеряли Советскую Россию. И если бы не его желание укрепить партию, одновременно сделать ее подлинно умной и демократической. И создание двух комиссий, одного ЧК по наведению порядка, а второе по обязательному обучению. Когда он пришел на съезд комсомола и сказал, что надо учиться, они приехали с фронтов гражданской войны, и какая учиться? Давайте революцию. Он сказал, пока вы не освоите богатство культуры и знаний, которые выработало человечество, вы не станете настоящими. Что касается Сталина, Сталин продолжил эту политику. А вот дальше наступили большие проблемы. Продолжение следует... Продолжение следует...